Вы слушаете новости по энергетике от АЭШ. Вторник, 22 сентября 2020 года. В заголовках мировой прессы SNBC сообщает. Испытание начинается на автономном корабле My Flower перед его атлантическим рейсом. Исследовательский катер на солнечных батареях будет стремиться пересечь Атлантический океан в следующем году без людей на борту. Автономный 15-метровый тримаран был построен для границы автономного судоходства при сборке научных данных об океане. Автономное исследовательское судно My Flower возглавляет морская исследовательская организация ProMayer. А IBM является основным технологическим партнером. Заколовок Bloomberg. Китай ставит более высокие цели в области чистой энергии на следующие пять лет. Китай рассматривает предложение по ускорению перехода на чистую энергию в рамках своего следующего пятилетнего плана, который начинается в 2021 году, поскольку крупнейший в мире загрязнитель принимает меры по сокращению выбросов парниковых газов. Текущая цель Китая — получить до 20% использования первичной энергии за счет неископаемого топлива к 2030 году. The Financial Times сообщает более яркие перспективы продаж электромобилей в Европе на фоне обломков COVID-19. Заголовок Wall Street Journal. План расширения Ford Electric F-150. 700 миллионов долларов, 300 новых рабочих мест на заводе в Мичигане. Ford Motor Corporation расширяет свой крупнейший и старейший завод по производству электрических пикапов. Ford потратит около 700 миллионов долларов на расширение своего завода в Ривер Руж, добавив 300 рабочих мест в обширном комплексе в нескольких милях от штаб-квартиры компании в Дерборне, штат Мичиган, сообщила компания в четверг. Заголовок Forbes. Спросите Итана, закончится ли энергия во Вселенной. Когда мы сегодня смотрим на Вселенную, мы видим источник света практически везде, куда бы ни посмотрели. И что произойдет, если у Вселенной действительно закончится энергия? Это наша судьба? Это вопрос Денниса О'Брайена, который хочет знать. BBC сообщает. Robin Hood Energy. Персонал теряет рабочие места, поскольку клиенты продаются British Gas. Персонал муниципальной энергетической компании теряет работу, поскольку клиентская база компании продается British Gas. В общей сложности 230 человек будут уволены после краха компании Robin Hood Energy, находящейся в ведении городского совета Nottingham. Energy Live News.com сообщает. Американский стартап представляет батарею из ядерных отходов, срок службы которой может составить до 28 тысяч лет. Калифорнийский стартап NDB представляет солнечную батарею, в которой используются ядерные отходы, срок службы которой составляет 28 тысяч лет. Питание наноалмазной батареи происходит от радиоактивных изотопов, используемых в ядерных реакторах. Его радиоактивное ядро защищено несколькими слоями синтетических алмазов, одного из самых твердых материалов, которое сложно повредить или сломать. В заголовках публикации Energy and Resources Publication Smart Energy.com сообщает. Китай доминирует в цепочке поставок литий-ионных аккумуляторов, но Европа находится на подъеме. Китай доминирует в цепочке поставок литий-ионных аккумуляторов сейчас и в течение следующих пяти лет из-за большого внутреннего спроса и контроля над перерабатывающими и производственными мощностями. Китай контролирует 80% мировой переработки сырья, 75% мировых мощностей электролизеров и 60% мирового производства компонентов. Power Grid.com сообщает. Schneider Electric поможет американским поставщикам электрики декарбонизироваться через групповые закупки возобновляемой энергии. Walmart и Schneider Electric на прошлой неделе объявила о новом сотрудничестве, которое обеспечит расширенный доступ к возобновляемой энергии для поставщиков в Walmart в США. Заголовок Power Energy.com. Раскрасьте его в черный цвет. Исследования ветровой энергии в Норвегии предлагают способ уменьшить гибель птиц от турбины. Сотни тысяч птиц и летучих мышей ежегодно гибнут от лопастей мировых ветряных турбин. Птицы смотрят вниз в поисках добычи, а не вперед на обманчиво быстро движущиеся белые лопасти ротора. Ответ приходит из давней классики Rolling Stones. Покрасти это в черный цвет. Это была минута новостей по энергетике от AESH. Вторник, 22 сентября 2020 года. Если вы хотите услышать больше глобальных новостей в области электроэнергии, то подпишитесь к нам сейчас и следите за нами в социальных сетях.